Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня тема нашего разговора – это болезни коры древесины наших плодовых растений. Под болезнями коры древесины прячутся две небольшие группы – это некрозы и это рак. Как следствует из названия, рак – довольно-таки опасное заболевание, которое, к сожалению, приводит иногда к потере части кроны дерева, либо, если рак развился очень серьезно, то к потере и всего дерева целиком. В чем его сущность? Грибок, который вызывает раковые болезни, поселяясь на коре древесине, вызывает ее омертвение. Омертвевшими тканями он, собственно, и питается. Разрастаясь по коре, по древесине, он вызывает образование все больших и больших язв. Из-за этого дерево не может нормально транспортировать воду, не может посылать к корням питательные вещества. Дерево слабеет, хиреет, в него усыхают ветки, и, как следствие, мы их теряем. И, повторюсь, при сильном поражении дерево можно потерять полностью. Особенно опасно поражение раковыми болезнями развилок, скелетных сучьев. В таком случае дерево обычно спасти бывает очень сложно. Какие же бывают раковые болезни? Дело в том, что по своим признакам они очень отличаются. И причины, по которым появляется тот или иной рак на дереве, тоже могут быть разными. И часто они сопутствуют друг другу. А также мы с вами рассмотрим, как можно с ними справиться, как их можно предупредить и что делать, если они появились. Итак, самое распространенное заболевание раковое в наших садах – это обыкновенный или европейский рак. Он поражает в основном яблоню чуть меньше грушу. Встречается и на других растениях – на вишне, на черешне, на груши и даже на лиственных лесных породах типа липы или осины. К счастью, очень редко. Но основной урон, повторюсь, он наносит нашим яблоням. Это типичный раневой паразит. Проникает через любую трещину на каре, рану, срез, поломку или даже через листовые почечные следы. Его споры рассеиваются именно тогда, когда растения распускаются, много почечных следов, то есть следов, которые образуются там, где отламывается почка. Либо осенью, когда идет листопад, и по свежим листовым следам садятся эти ранки. Попав в нее, паразит вызывает очень быстрое отмирание коры. На побегах появляются вот такие вот некрасивые, темные, сначала вдавленные пятна, которые затем растрескиваются. По краям раны начинается образование таких наплывов тканей. Дерево как будто пытается залечиться, но не всегда успевает. На поверхности молодых ран появляются либо беленькие, как черточки, пятнышки, это скопление спор. Либо красные, как будто маковки, россыпи, их плодовых тел, шариков. Там тоже прячутся споры, которые готовы заразить все вокруг. Характерным признаком именно европейского рака является образование наплывов, на коре, на стволе. Язвы получаются очень страшные, очень уродливые. И если вовремя не удалить вот такую вот пораженную ветку, то споры с нее способны заразить очень много деревьев вокруг. Второе заболевание, распространенное в наших садах, это черный рак. Он отличается от европейского тем, что кора отмирает очень быстро, наплывов не образуется. Кора чернеет и потом просто опадает с отмерзших сучьев такими длинными полосками-лентами. Это очень опасное заболевание, которое развивается быстро, особенно на ослабленных засухой или подмерзших деревьях. Буквально за сезон, за два дерево может от черного рака усохнуть. И стоит как вот голый скелет с голыми сучьями, почерневшей древесиной. Еще одно опасное заболевание, которое получило распространение в наших садах в последнее время, это антракноз. Он выглядит как будто дерево, извините, сильно побило градом. Небольшие язвочки, но очень многочисленные, на молодых ветках, глубокие, до самой древесины. Но в отличие от черного и от европейского рака, не образуется ни наплывов, ни почернения. Над язвой часто остаются волоконца коры, как будто ниточки натянутые. Такие язвы в большом количестве приводят к тому, что дерево опять же усыхает, ветки усыхают. Из-за того, что эта болезнь поражает и почки, мы теряем урожай будущий, который в этих почках прячется. Иногда можно видеть деревья, которых сильно поразил антракноз, просто голые ветки без единого ответвления, без единого листика. И только на концах, там, где развилось уже здоровое поколение почек, начинается ветвление, какие-то там яблоки завязываются или груши. Как эта болезнь распространяется? Спорами. Спорами, с потоками ветра, во влажную погоду. Она способна разлететься по саду на многие десятки метров. И поражает она не только яблоню, но и грушу, и другие растения. Но, конечно, сильнее всего все-таки страдает яблоня. Вместе с этими болезнями очень часто идет такое заболевание, как цитоспороз. Ее еще называют гусиная кожа на веточках яблони. Кора на молодых побегах, на молодых ветках становится ярко-коричневой или ярко-желтой. И вся покрыта такими цыпочками, острыми выростами, под которыми прячутся споры грибка. Чаще всего цитоспороз поражает деревья, уже подмерзшие, либо очень сильно пострадавшие от засухи, либо те деревья, на которых уже появились язвы. То есть нарушен проток движения воды и питательных веществ по ним, верхняя часть слабеет, а цитоспороз, как очень хитрый хищник, нападает на то, что уже ослаблено, буквально доедая дерево. Вместе с ним идет еще одно заболевание. Нам часто присылают фотографии, говорят, что это за красота в кавычках такая. Это туберкуляриоз. Ярко-красные подушечки или оранжевые, розоватые, на уже усыхающих веточках. Это заболевание поселяется на уже практически мертвых или отмирающих побегах, которые уже спасти невозможно. Оно свидетельствует о том, что дерево явно сильно пострадало либо от болезней, либо условия для жизни у него совсем-совсем слабые, оно сильно подмерзло. Такие деревья нужно обязательно освободить, обрезать с них, вот эти отмирающие ветки. Обязательно удалить эти все отмершие, срезанные, пораженные болезнями ветви, зачищенную кору со своих участков. Обязательно их сжечь как можно скорее. Почему? Дело в том, что брошенные на землю или оставленные где-нибудь на дровянике вот такие вот больные ветки с расчетом, что мы их сожжем чуть попозже, они приводят к тому, что споры способны рассеиваться еще с них в течение года, а то и двух, заражая все растения вокруг, не только в вашем саду, но и на окрестных участках. Кстати, поэтому обращайте внимание даже на состояние садов у соседей, на состояние насаждений за вашим участком. Иногда люди обращают внимание, что у меня в саду все в порядке, но раковые болезни появляются. А потом оказывается, что за забором заброшенный сад, где этот рак просто процветает махровый и рассеивает споры, либо кто-то выбросил за забор, за границей участка, выпиленные старые больные яблони с этими язвами. И они опять же сеют заразу. Еще одно заболевание, которое очень распространилось в последнее время в наших садах, это млечный блеск. При этом на дереве появляются листья, которые очень светлые, они серебрятся, как будто облитые молоком. Это происходит из-за того, что грибок, который вызывает млечный блеск, отравляет его, и лист начинает расслаиваться. Эпидермис верхней стойлиста отстает от основной мякоти, под ним скапливается воздух, и это все выглядит как серебрение. Сначала серебрится одна веточка, небольшая, то есть та, куда проник грибок. Потом большая веточка. Наконец серебрится полкроны, и все дерево. И, наконец, последняя стадия, дерево усыхает, и на его стволе, на ветвях появляются плодовые тела этого гриба. Это значит все. Дерево, к сожалению, погибло окончательно. Опасность этого млечного блеска состоит в том, что развиваясь вот так постепенно, и не вызывая особых подозрений, но все-таки дерево губит безнадежно. Спасти его очень сложно, только в том случае, если вы вовремя заметили, что пока еще поражена одна только маленькая часть. Если же допустить, что дерево серебрится полностью, то, к сожалению, его нужно вырезать немедленно, сжигать немедленно, пока оно не заразило остальные. Но здесь маленький момент. Дело в том, что в определенных ситуациях развивается физиологический млечный блеск. Как их отличить? Инфекционный, вызванный опасным грибком, от физиологического, вызванного похолоданием, нехваткой питания или холодной весной. Дело в том, что если это млечный блеск физиологический, деревце серебрится вдруг резко, все целиком. Все веточки или та сторона дерева, по которой прошел холодный поток воздуха. И тогда даже серебрится не одно дерево, а буквально целый ряд. Вот как шел холодный воздух, обжег молодые ветки, молодые почки или листья. Вот так оно и засеребрилось. У истинного млечного блеска всегда идет постепенно. Сначала одна ветка, вторая, третья, полкроны, вся крона целиком. Физиологический млечный блеск обычно проходит на следующий год, и растение все вновь зеленое. Иногда при сильном подмерзании оно может держаться еще немного, год с небольшим. То есть один сезон и еще полсезона или сезон следующий. Но такое бывает крайне редко. Обычно на следующий год физиологический млечный блеск исчезает. Растение абсолютно здоровое. У истинного млечного блеска листья на деревьях со временем начинают отмирать. Края становятся коричневыми, они загибаются, серебристость усиливается. Оно просто у дерева сияет в саду. Его очень легко даже заметить в ряду по сравнению с остальными. При физиологическом млечном блеске такого не бывает никогда. Если вы обнаружили такое растение у себя в саду или ветку на растении, ее обязательно, если это ветка, нужно вырезать до здоровой развилки. Обязательно замазать и такую ветку сжечь. Если поражено несколько веток, если поражены скелетные ветви или все дерево, к сожалению, лучше будет такое дерево уничтожить, выкорчевать и сжечь. Черенки с таких деревьев, пораженных истинным инфекционным млечным блеском, брать ни в коем случае нельзя. Дело в том, что вы фактически перенесете эту болезнь на новое деревце, и оно тоже погибнет. Еще одна проблема наших садов, особенно старых садов, это различные трутовики. Мы все видим у нас в садах, в старых особенно, копытообразные наросты. Кто-то даже собирает их, лакирует, делая различные поделки, подставки, подсвечники. Но на самом деле этот грибок в наших садах очень и очень нежелателен. Он свидетельствует о том, что древесина внутри ствола уже изрядно попорчена его мицелием. И он, наконец, вышел наружу, чтобы эти споры рассеять, расселиться и заразить все вокруг. Деревья, пораженные трутовиком, обычно становятся хрупкими. В них образуется дупло, и со временем они в сырую, ветреную, дождливую погоду, особенно под нагрузкой урожаем, такие деревья очень легко ломаются из-за именно хрупкой древесины. И, к сожалению, если образование плодовых тел, вот этих копытец, очень большое, они появляются часто, они появляются по всему дереву, то держать его смысла в саду, к сожалению, нет. Если же они появляются спорадически, и вы видите, что дерево, в принципе, держится, оно прочное, вы обеспечиваете ему уход, то не допускайте, пожалуйста, появления плодовых тел. Как только эти копытца появляются, сразу их срезайте, поверхность дезинфицируете и замазываете краской, либо садовым варом, садовым бальзамом. Особенность всех раковых болезней коры древесины в том, что они системные. Они поражают растения целиком, и все они приводят к тому, что рано или поздно растение погибнет. Поэтому проще не допустить их появления в саду, нежели вылечить. Как не допустить? Поскольку все эти болезни раневые, то есть проникают через повреждения, что мы делаем? Во-первых, все срезы, трещины, раны обязательно замазываем, в том числе, когда проводим обрезку. Весной и осенью, когда рассеивание спор этих грибов очень активное, проводим искореняющие обработки. Рано весной, в период распускания почек, когда почечные чешуйки раздвигаются, когда появляются первые листики, это препараты меди. Их особенность в том, что к препаратам меди ни у грибков, ни у бактерий нет привыкания. И, наконец, осенью, когда идет листопад, обязательно искореняющая обработка именно от раковых болезней. Опять же, это может быть медный купорос, либо крепкий раствор мочевины. Если в саду очень много раковых болезней, то предпочтительно все-таки медный купорос, бордоская жидкость, абигопик, купраксат, медекс, любой препарат меди против них. Дело в том, что медь еще действует хорошо при низких температурах. Также помогает справиться с этими болезнями, особенно с антрокнозом, препарат топсин-М. Он способен значительно залечить раны и остановить распространение их. Следующий момент. Кроме грибковых раковых заболеваний, у нас есть два опасных заболевания бактериальной природы. Это бактериальный рак и бактериальный ожог. Садоводы часто их путают. Но если бактериальный рак – это заболевание распространенное, с которым мы уже привыкли бороться, мы знаем, как с ним бороться, как его сдерживать, то бактериальный ожог – это заболевание карантинное и очень опасное, которое в нашем саду не просто нежелательно, его быть не должно в принципе. Бактериальные болезни неизлечимы. В отличие от болезней коры древесины грибковой природы, когда вы удалили больную ветку, вы, значит, удалили проблему, то с бактерией это не получится. Если бактерия поселилась на дереве, это значит, что она пронизала весь его организм. Она системное заболевание. Итак, как отличить бактериальный рак от бактериального ожога? Бактериальный рак поражает в основном грушу, сильнее всего поражается именно она. Яблоня и другие культуры поражаются значительно меньше. Основные признаки бактериального рака – это отмирание, то есть покоричневение листовой пластинки. У груши она чернеет, у яблони она становится ярко-коричневой или ярко-красной, оранжево-коричневой, то есть цвет меняется очень резко. Обычно начинается с края листа, охватывает пол пластинки, в дальнейшем охватывает весь молодой побег. Бактериальный рак поражает в основном именно молодые растущие побеги текущего года. Кончик побега тоже отмирает и часто загибается, как крючок, так называемый пастуший посох. У груши побеги чернеют и тоже загибаются именно кончики молодых побегов. Это считается типичным признаком бактериального рака. Если он поражает кору, на ней образуются вдавленные темные пятна с отмерзшей корой. Их основание и верхушка обычно имеют клиновидную форму. Такие язвы необходимо зачистить, удалить отмерзшую кору, аккуратно протравить раствором медного купороса, либо бордоской жидкости, и закрасить садовой краской, варом, бальзамом, либо, если это большая язва, подойдет глиняная болтушка, глиняная замазка на основе коровяка, один к одному или один к двум, либо просто глина на медном купоросе. Содержащиеся в ней вещества помогают дереву справиться с инфекцией и залечить язву. Чем же отличается бактериальный ожог? Он имеет практически те же симптомы. То есть это резкое отмирание листьев, их покоричневение, почернение. Это отмирание молодых побегов с загибанием его кончика, синдром, так сказать, симптом пастуший, посох. Но есть самое важное отличие, которое при бактериальном раке не наблюдается. Когда дерево поражается бактериальным ожогом, на пораженных побегах, листьях, черешках, на плодах, на завязи появляются капли сока, жидкости. Они как будто сочатся с поверхности яблочков, поверхности неодревесневших побегов, из трещинок на побегах. Они могут быть самой разной окраски. От прозрачной, белой, до ярко-оранжево-бурой, мутной. Именно этот признак является характерным симптомом бактериального ожога. Бактериальный ожог – это заболевание карантинное. Оно немедленно подлежит уничтожению такое растение. Причем извлекается растение обязательно с корнем. Если такое растение у вас обнаружено, к сожалению, желательно показать его специалистам, осмотреть все остальные рядышком с ним, и при появлении признаков, описанных выше, уничтожить и их. К сожалению, сдержать бактериальный ожог практически невозможно. Многие рекомендуют использовать для борьбы с ним антибиотики. Но здесь есть такой нюанс. Применение антибиотиков в саду и в Евросоюзе. И у нас строго запрещено. Деревья, которые поражены таким заболеванием и продуцируют плоды, то получается, если вы обработали их антибиотиками, у вас получаются яблоки, пропитанные этим антибиотиком настолько, что они превращаются в таблетки. Поэтому, если растение заболело именно бактериальным ожогом, и специалисты это подтвердили, пожалуйста, лучше его уничтожить сразу. Если же это бактериальный рак, то есть никакого истечения сока на пораженных отмирающих побегах вы не видите, его нет и не было, то сдержать его могут только препараты меди. Абигапик, Купраксат, Медекс, Бордовская жидкость, Хом, Оксихом, 3% раствор медного купороса. Растение полностью не вылечится. Наступит так называемая ремиссия, то есть бактерия перейдет в скрытое состояние. Дерево будет плодоносить, цвести, расти, давать хороший урожай, но оно будет требовать хорошего соответственного ухода. Ведь как только его иммунитет понизится, бактерия может выйти и опять вызвать заболевание. И маленький нюанс. Черенки с растений, на которых вы обнаружили признаки бактериального рака, брать для прививки ни в коем случае нельзя. Они передадут это заболевание и будущему выращенному из них саженцу и деревцу. Поэтому внимательно осматриваем свои растения. Если вы в чем-то сомневаетесь, вызывайте, пожалуйста, специалиста. И антибиотики, это, к сожалению, для наших садов, это не самый желательный способ лечения болезней. Лучшая профилактика и лучше удаление таких подозрительных растений сразу. Потому что здоровье человека должно быть все-таки стоять на первом месте. На этом у меня все. Здоровья вам и вашим деревьям. Заботьтесь о ваших садах. Своевременно проводите защитные обработки. Удаляйте больную древесину из сада. Проводите санитарные обрезки. И тогда деревья проживут долгую счастливую жизнь и будут радовать вас хорошим урожаем. До новых встреч. С вами была Юлия Кондратенок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова